Добрый летний вечер, Гомель. Погода радует теплом, календарь по-прежнему указывает на август, но уже не за горами первые школьные звонки, счастливые улыбки детей и торжественно взволнованные лица родителей. И мы невольно вспоминаем, как когда-то сами встречали День Знаний, какие традиции соблюдали, какие проблемы нас волновали и какие надежды окрыляли. Дорогие телезрители, напомню, что мы работаем в прямом эфире, и нас можно смотреть в прямой трансляции в социальных сетях. ВКонтакте, в Фейсбуке и на нашем канале в Ютуб. Делитесь, пожалуйста, вашими воспоминаниями о школе, об учителях, о своих ребятах, одноклассниках. Номер на экране, и вы можете звонить в студию 342243. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях опытнейшие педагоги. Каждый из них представляет учреждение образования, которое в новом учебном 2019-2020 году отмечает юбилей. Знакомьтесь, пожалуйста. Светлана Гриневич, Нина Перепечина, Ольга Блажко и Наталья Горовец. Добрый вечер. Добрый вечер. Светлана Гриневич, учитель белорусского языка и литературы гимназии города Добруша. Отличник образования, педагогический стаж 32 года. В течение последних 15 лет ежегодно учащиеся Светланы Владимировны становятся победителями Олимпиад. Наталья Горовец, заместитель директора средней школы номер 5 города Светлогорска. Учитель-методист, педагогический стаж 43 года. Автор методических пособий для учителей. 19 победителей областного этапа Республиканской Олимпиады по обществоведению в разные годы ее воспитанники. Нина Перепечина, директор средней школы номер 1 города Мозыря. Педагогический стаж 23 года. Руководит школой-лабораторией, выпускники педагогических классов которой могут поступать в высшие учебные заведения на педагогические специальности без экзаменов. И Ольга Блажко, проректор по учебной работе Гомельского областного института развития и образования. Отличник образования, педагогический стаж 25 лет. Учитель русского языка и литературы. Победитель областного, участник заключительного этапа Республиканского конкурса «Учитель года». Уважаемые гости, уважаемые педагоги, говорят, что вы, в общем-то, счастливые люди, потому что у вас Новый год два раза в год. Это Новый год традиционный и Новый учебный год. Вот лично для вас День знаний, 1 сентября, с какого возраста стал действительно праздником? Пожалуйста. Ну, наверное, хочется вспомнить свой самый первый день, первый раз в первый класс. И вспоминается мне прежде всего то, что возле дома росли огромные кусты георгин. И, идя в первый класс, я вместе с мамой выбирала эти цветы, собирала в огромный букет. И представьте себе, вот меня, первоклассницу, огромные банты, огромный букет георгин, и я, идущая в школу. Вот это и солнечный такой хороший день. Прекрасно. Наталья Петровна, а какая это была школа? Это была школа номер один города Светлогорска, и я в ней проучилась все 10 лет. Прекрасно. Школе, в которой вы работаете, это школа номер... Номер пять. Номер пять города Светлогорска. Ей 50, правильно? Да. Это самая, скажем, возрастная школа в Светлогорске? Ну, наверное, нет, потому что... Они приблизительно одного возраста, все школы, да? Немножечко, небольшое расхождение есть, но в основном школы у нас строились в 60-е, 70-е годы. Рос молодой город Светлогорск, который начал свое существование в 1961 году, и буквально в это время строится целый ряд школ. Например, рядом с нашей школой находится еще одна, которая младше нас всего лишь на два года, и они совершенно одинаковые. Поэтому иногда не очень родивые родители путают, куда же везти ребенка и откуда его забрать. Да, и такие комичные ситуации бывают. Ольга, скажите, пожалуйста, а для вас 1 сентября когда праздником стало? Вы знаете, я тоже помню эти праздничные ощущения с первого класса, потому что это запах новых учебников. Чистые тетради, которые вот-вот заполнятся, как нам казалось, только отличными отметками. Учитель, который говорил, я поведу вас в страну знаний, вместе со мной вы откроете все самое интересное в своей жизни. Конечно, каждый год мы с чувством радости и ожидания какого-то нового чуда приходили в школу. Ну и, конечно, форма наша школьная, помните, белые фартуки, белые гольфы, все это тщательно подбиралось. Неприятно, воротнички и манжеты. И все это тщательно подбиралось, выбиралось, и, конечно, целая церемония была собрать ребенка в школу, это было очень приятно. Поэтому 1 сентября праздник для меня с самого первого класса, когда я пошла в первый класс 4-й школы города Светлогорска. Прекрасно, вот у нас уже 4-я, 1-я школа города Светлогорска и 5-я, да. Пожалуйста, Нина. Я рядышком шла в школу, только не в Светлогорске, а в поселке Сосновый Бор. В Светлогорске район, да, земляки. Земляки. И вот Наталья Петровна рассказывала о растущих георгинах, я вам тоже расскажу о цветах. Наверное, тогда у всех росли георгины, кто жил в квартирах на даче, кто в частном доме в палисаднике. А знаете, почему это было необходимо? Потому что такого изобилия цветочных киосков, конечно, не было. И в то время мы не знали, что можно срезать цветы, привезти их из Голландии и хранить в холодильнике без воды, да. И, конечно, все родители стремились вырасти для своих детей самые красивые цветы. И с этими настоящими цветами из палисадника отправить ребенка в школу. Вот для меня 1 сентября это тяжелый букет, точно. Он был тяжелым, неподъемным. Настоящих цветов, выращенных с любовью твоей мамой. Сейчас узнаем, с каким букетом шла в школу Светлана Владимировна? Астры. Так, и в какую школу? В первую очередь, 1972 года я пошла в первый класс в Веск-Рокович, в Чаширский район. Мои батьки там працавали. Але мне вспоминается зараз не только первая очередь, а хоть через все пяре до день. Справа в том, что я от школы чекала ничего незвучайное. И когда задрамала крышечку, раптом прочнулась, и мама мне рассказывала, что плакала. Я плакала, мне сдавалось, что я спозднилась в школу. К тому, с первым вересням мне нечто такое светлое. Вспоминаю себе только, что банты мне сдается больше, чем голова. Так было всех, да, обязательно. К тому, для меня это святое. Каждый раз первое вересням, уже столько годов, 72 года, я чекаю схваливания. Но этот день не стал для вас буднем и сейчас, когда вы педагоги с огромным стажем. Правда? Да, конечно. Ведь так же. Замечательно. Уважаемые гости, в нашей программе есть традиция, у нашей программы есть традиция задавать вопрос телезрителям. Кроме того, что мы просим их участвовать в беседе, звонить по телефону 3422-43, рассказывать об их дне 1 сентября, об их традициях, которые заведены в семье, в школе. Может быть, делиться какими-то воспоминаниями об учителях, об одноклассниках. Мы еще и задаем непременно вопрос и предлагаем ответить. Ольга, пожалуйста, вы подготовили этот вопрос. Да. Уважаемые телезрители, знаете ли вы, где на территории Республики Беларусь, даю подсказку, на территории Гомельской области была открыта первая школа коммуна, опытно-показательная, трудовая. Это деревня, вам еще одна подсказка, и я бы хотела, чтобы вы назвали не только район деревню, но и первого директора этой школы. Это очень известный белорусский педагог. Ну а тем, кто правильно ответит на вопрос, мы подарим книгу, которая называется «Слово об учителе». Это сборник работ ученических, которые с любовью написали о своих учителях. Уважаемые телезрители, вот такой вопрос. Еще 1 сентября не наступило, а уже экзамен, правда, Ольга? Вот такой вопрос, такие замечательные призы, такие замечательные гости у нас в студии. Скажите, а какие традиции, связанные с 1 сентября, с Днем Знаний, существуют в вашей семье, а может быть, в ваших школах? Вы представляете гимназию города Добрыша, ей, кстати, 25. Так, Наталья Петровна представляет, повторяю, школу Светлогорска, которой 50 лет исполняется. Да, школа номер 5, 50 лет. Так, и Нина Федоровна представляет Мозорскую школу номер 1, которая... Нам скоро сотня. Сотня, сотня представляете, пожалуйста. Мы удельничаем в акции портфель першоклассников, это першая. По-другому, обовязково запрашаем ветеранов педагогичной працы, ветеранов Великой Ачинной Войны до себе. Я думаю, что традиционным становится перший урок, який присвечен истории и культуры Беларуси. Но уникальность мою научную установу в том, что, кроме того, что мы узнагародживаем в учнях и наставников, которые достигнули успехов, у нас есть два призы – Великая и Малая Сава. Великую Саву мы отдаем классу, який за навучальный год, який закончился в учебных предметах, отримали наибольший высокий балл. А Малую Саву отдаем в учню, персонально, який у рейтингу самый первый. Самый первый у школы? Самый первый у школы. Так, и в тым классе, який мае лепшее досягнение, лепшее успехи? Класс классам, а в учень учням. Класс может быть десятый, а в учень может быть восьмиклассник, например. И нема такого, что абаяскова, гэта в учень старейших классов. Гэта можа быть и первоклассник, и тридциклассник. Не абаяскова. Цудовная традиция, гэта вельми цікава. А что, ну скажем, такого текавого, что интересного есть в Мозырской школе номер один? Нина Федоровна, пожалуйста. Ну, так сразу я не отвечу. Интересно, наверное, многое, и традиций многое. По-другому не может быть, Елена, школе сто лет. Как же без традиций? У нас есть традиция 1 сентября издавать томик нашей школьной летописи. Вот я вам его сейчас покажу, я его принесла с собой. 1 сентября каждого года? Именно 1 сентября, объясняю почему. Томик издается за учебный год. Посмотрите, личики деток, учителей, это те, кто нам дал дипломы в течение учебного года. Можно я поистаю? Весь учебный год мы докладываем странички. Все лето еще входит вот в этот учебный год, потому что бывают еще конкурсы в летнее время. И вот 31 августа завершается вот этот период, а 1 сентября мы подшиваем, скрепляем этот томик, и начинается новый период. Таким образом мы создаем новую историю школы, историю в лицах. И я всегда детям своим говорю, ребятки, вы уже становитесь частью нашей истории, светлыми страничками, потому что вы молодцы, мы будем ценить это и помнить всегда. И вот представляете, когда-нибудь... Как много томиков таких? Уже 7. Уже 7. Когда-нибудь эти ребята, будучи людьми взрослыми, придут в школу и увидят свои детские фотографии. А может быть, эти томики будут листать их дети или даже внуки. Это очень здорово. А что в пятой школе Светлогорска? Ну, много тоже всего интересного, но я расскажу только о двух фактах. Один факт имеет место быть, скажем так, характер исторический. Дело в том, что в центре нашего города расположена аллея героев, и наша школа шествует над этой аллеей. И каждый год 1 сентября 11 класс, который готовится к выпуску, начинает свой урок не с урока знаний, а с посещения аллеи и возложения цветов. Ну, и есть еще одна совсем недавно появившаяся традиция. Это школьная фотосессия. Дело в том, что для школьного сайта, как правило, возникает сложность красиво сфотографировать класс, чтобы все были красивые, чтобы все были вместе. И вот как только заканчивается линейка, звучит команда, а теперь фотосессия. И классы по порядочку занимают место на школьном крыльце. Кто-то берет колокольчик, кто-то берет букеты цветов, кто-то учебники. И вот такая фотосессия всех классов в школе проходит каждый год. И буквально на следующий день эти фото уже находятся на школьном сайте. Замечательно. Это как раз очень хорошая подсказка для тех молодых, возможно, школ, у которых пока еще нет своих традиций. Вот можно что-то позаимствовать. Хорошие советы. Мозырской школе номер один столет, Светлогорской номер пять пятьдесят, Добружской гимназии двадцать пять. У каждого учебного заведения есть своя история богатая на факты и эмоции. Я хотела бы, чтобы каждый из вас провел нам, ну, скажем, сделал такой экскурс небольшой, да, с посылом. А знаете ли вы, пожалуйста? А знаете ли вы, что первая школа города Мозырь – это старейшее учебное заведение в Мозыре, и мы существуем с 1920 года. Школа была открыта по решению уездного отдела образования, тогда это звучало так, в том здании, где раньше располагалась мужская гимназия. Конечно, город старый, Мозырь с 1155 года. Конечно, учреждения образования были. Были еврейские школы, были церковные школы, была мужская гимназия. Но в современном понимании первая школа – это именно наша школа. Интересно, что школа переезжала много раз из здания в здание. То есть учеников становилось все больше, и нужно было постоянно расширяться. И помещения росли. Да, помещения росли. Школа открывалась изначально в районе Замковой горы. Если вы бывали в Мозыре, знаете, это наш исторический центр. А потом плавно переселилась на улицу Пролетарскую. Интересно то, что школа много раз меняла свои названия. Она была первой ударной, первой трудовой, первой советской. Школой имени Некрасова была первой сталинской. Самое громкое название, его помнят старожилы города. Первая сталинская школа. Это был 1937 год. Шли стройки сталинских школ, во многих городах они открывались. Потом она была первой, вечерней, средней. То есть были вечерние классы. Потом средний, общеобразовательный. Ну и наконец, когда школы стали получать статус юрлиц, появилось такое длинное современное название Государственное учреждение образования, средняя школа номер один, города Мозыре. Благодарю за информацию. Я думаю, что у каждого из наших телезрителей я сейчас наверняка возникло желание, может быть, даже позвонить, набрать 3422-43, рассказать о своей школе. Уважаемые мозыряне, если вы окончили первую школу города Мозыря, может быть, вы выпускники там 70-х, 60-х годов, наберите номер телефона 3422-43. Расскажите, как было в те годы, как вам нравилось учиться, кого из учителей помните, пожалуйста. И прямо сейчас я попрошу Ольгу Александровну повторить вопрос для наших телезрителей. Пожалуйста. Итак, уважаемые телезрители, ответьте, пожалуйста, на следующий вопрос. Где в 1918 году на территории Гомельской области, назовите район и деревню, была открыта первая советская трудовая школа коммуна? И кто стал ее первым директором? Вот такой вопрос. Он несложный. Нам кажется, вот нам тут, педагогам, да, кажется, что можно ответить на этот вопрос. Это, поверьте, не экзамен, но, скажем, такая вот толчок, да, толчок к получению знаний. Пожалуйста, звоните 3422-43. Светлогорской школе номер 550. А знаем ли мы? Ну, давайте попробуем рассказать что-то интересное о школе. Начнем с того, что я хотела бы, чтобы все-таки прозвучало официальное название. Так. Государственное учреждение образования средняя школа номер 5 города Светлогорска. Она была открыта в 1969 году. Первый выпуск состоялся в 1971 году. За время своего существования школа выпустила 3659 выпускников, из них 247 медалисты. Можно сказать, что на каждом этапе, каждое десятилетие было определенным этапом в развитии школы. 70-е годы – это, наверное, активная деятельность общественных организаций, прежде всего, пионерской дружины. Вот моя коллега говорила, что школа много меняла чего-то, да, а я могу сказать, что у нас до сих пор действует пионерская дружина имени Феликса Идмундовича Дзержинского. Вот как она появилась, так она действует по сей день. 50 лет назад такое же имя Дзержинского имени. Да, да, и по сей день сохранилось, да, на сегодняшний день. 80-е годы – это, пожалуй, большая работа учащихся по профилактике вредных привычек. И прежде всего, такой проблемой, с которой столкнулся наш город – это наркомания. Ребята молодцы, они работали в агитбригадах, информационных, лекционных группах. В начале 2000-х школа для себя определила еще одно интереснейшее направление деятельности. В 2006 году состоялось четырехстороннее соглашение между отделом образования города, отделом внутренних дел городского, нашей школы и академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь. И с этого времени у нас действуют юридические классы и школы. И еще немножко статистики. Вот за этот период мы выпустили 139 выпускников именно юридических классов. Из них 74 связали свою судьбу с юридическими, соответственно, профессиями, закончили или сейчас обучаются на юридических факультетах. И в том числе, вот просто не могу не похвалиться, в этом году три наших выпускника стали курсантами Академии МВД и один выпускник курсантом Могилевского института Министерства внутренних дел. Замечательная информация. Мы обязательно поинтересуемся у Нины Федоровны, как много педагогов вышло из стен Мозорской школы номер один. Ведь школа – это площадка, скажем, и дает возможность без экзаменов даже лучшим поступать в педагогические вузы. Но, уважаемые гости, у нас есть ответ на вопрос. Ольга Александровна, давайте слушать телезрителя. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы рады вас слышать. Давайте знакомиться. Вас зовут? Меня зовут Анна. Очень приятно, Анна. Где вы живете? Это Гомель, районный центр, деревня. Пожалуйста, откуда вы? Я из района, вернее, я из города Светлогорского района. Так. Скажите, как давно вы оканчивали школу и какая-то школа была? Ой, давненько уже заканчивала. Но заканчивала известную вам пятую школу. Пятую школу Светлогорска. Очень приятно. Так. Скажите, любимый предмет какой у вас был? Фактически все. Так. Нелюбимых не было у Анны. Замечательно. Коротко отвечает. И еще. Кому из учителей особо благодарны? Может быть, имена назовете? Будет очень приятно слышать это. Может быть, первого учителя? Я благодарна сидящей в вашей аудитории, Наталье Петровне. Так, прекрасно. Она вела у меня предметы, истории, общество, ведения. Спасибо ей большое. Замечательно. Анна, вот сейчас мы у Натальи Петровны спросим, узнала она ученицу? Конечно. Узнала. Выпускница какого года? Очень интересная интрига здесь у нас развивается. Я вначале не узнала, а теперь узнала. Дело в том, что это моя дочь. Вот, как бывает. Мало этого, она тоже учитель пятой школы на сегодняшний день. Да что вы. И она с малышами работает или тоже общество ей не преподает? Нет, она, когда поступала в университет, сказала, хватит одного гуманитария в семье. Поэтому она информатика. Я поняла по кратким ответам. Анна, вы еще на связи? Да, я еще на связи. Это прекрасно, потому что мы ждем от вас ответ на вопрос Ольги Александровны. Пожалуйста. А я немного боюсь ошибиться с географическим расположением, но директор, скорее всего, это Лефешинский историк. Так. А район Чириковский или Чириковский, не так правильно, и село, скорее всего, Чериковщина. Так, Анна, не отключайтесь. Мы послушаем Ольгу Александровну. Какой же вердикт вынесет она? Пожалуйста. Ну, Анна правильно указала первого директора этой школы, это Пантелеймон Николаевич Лепешинский, но место указано неверно. Значит, мы не будем торопиться с тем, чтобы отдавать приз непременно Анне. Уважаемая Анна, у вас, кстати, есть возможность хорошенько подумать, возможно, какие-то учебники истории полистать и найти точное указание, ну, может быть, посоветоваться с кем-то, вот хорошо было бы с мамой посоветоваться, но нельзя в прямом эфире, вот, и найти тот географический пункт, да, пункт на карте Гомельской области. В какой деревне работала эта школа коммуна? Какого района? Пока вы ответили только на половину вопроса. Уважаемые телезрители, вас призываем, звоните 34 22 43. Кстати, это не единственный вопрос эфира, у нас есть и еще один, поэтому спешите с ответами. Продолжаем нашу беседу. Пожалуйста, Светлана Владимировна, знаем ли мы, гимназии в этом году, исполняется 25 годов. Я хочу сказать, что моя научальная установа, и, кали не помыляюся, гимназия города Мазара, з'является, кали так можно сказать, першой открывальниками гимназичного руху на Гомельщине. Наш былый директор Старостенко Владимир Петрович написал статут, дарыч, який идейничает сёння, написал гимн, и на гимназичных урочисностях мы с гонором ягу выкунуваем. Але уникальность маю гимназии у тым, что мы першими ажицявили инновационную систему в организации и эдукационного процесса, куда являли модульное навучение, и ажицявили 11 шляхов интеллектуального развития децяти, в этом учебные планы с агульноэстетичным накированием. Судоуна, 25 годов, однако уже такие выники. Со стен гимназии вышло больше тысячи выпускников. На сегодняшний день многие из них працуют с керевниками разных организаций, не только на Добрущине, Гомельская область, Республика. Дарыч, и они были активными удельниками у разных, я хочу сказать, турнирах, проектах. Там и на сегодня у них активная громадянская позиция своей краины. Судоуна, дякую. Ольга, а какие учебные заведения на Гомельщине считаются старейшими? В нашем институте есть музей, посвященный истории системы образования Гомельской области, и мы знаем о том, что в этом году две школы, Велика Автюковская и Маловтюковская, Калинковического района празднуют 157-летие. 156 лет в школе номер один города Ельска, а вот уже школам, которым 150 лет, достаточно много, потому что как раз это то время, когда активно развивается образование в Республике Беларусь. Ну, наверняка, это были сначала церковно-приходские школы, какие-то старообрядческие и так далее. Совершенно верно. И потом на базе их уже современная. Это не совсем так, потому что после Октябрьской революции все церковно-приходские школы были закрыты, потому что одним из главных предметов, который там изучался, это закон Божий. И советские школы были ориентированы на другое. Но вот интересный факт, что в этих школах можно было обучаться всего один год. Это были одноклассные школы. Учащимся преподавали письмо и чтение, их научили читать и писать. Обучали четырем действиям арифметики, ну и закон Божий. И вот такой ученик, прослушавший курс в течение одного года, уже считался 150 лет назад образованным. Образованным человеком. Я знаю, что среди старейших школ Гуминской области и Ворновская школа Кармянского района. Ей 130 лет. И вот прямо сейчас с нами на связи Валерий Варганов, учитель истории Ворновской школы, учитель-методист, автор факультативного курса «История Кармянщины», сборник «Анаресы по истории Кармянского района», руководитель авторской группы по созданию словаря-топонимов Кармянского района. Валерий Валерович, вы нас чуете? Добрый вечер. Чую, чую. Добрый вечер. Рады витать у дельников передачи. Нам так само, вельми радостно вас витать и чуть. Скажите, калеласка, вось юбилей школы, 130 годзе, йон уже адбылся, те, шы толькі плануецца? Ну, фактична, йон уже адбылся, але офицейные мероприемства напереді у вересні чекаются. Так. У вересні. Добра. А каго ж з гостей чекаете на свята? Кагу запрашаць будзі ці? Так. Усіх, хто звязаны з нами, выпускніком школы. Гэта вельми добра. Так. Учителей, которые преподавали, тоже пригласите. І нас запрашайте, обовязково запрашайте. Валерий Валерійович, скажіць, калеласка, а колькі ў ворнаўскай школі зараз в учняў, вось пойдуць першага вересня? Колькі іх? Ну, з першага вересня не шмат, мені 10 в учняў. Так. Назаль так, демографічная ситуація. А ў школі на огол, каля 90 в учняў. 90 в учняў? А настаўніка ўже колькі? Так, так, близу того. А колькі ж настаўнікаў? 21. Так. Скажіць, Валерій Валерійович, а на які гады прыходзілася найбольшая колькість в учняў ў ворнаўскай школі? Вось, в 68-м годі мы переехали новы будынок, іна сталася рэзній школы. А ў 71-м годі ў школі вучылася 378 в учню. А так сама ў другуў зміну, як адзіаління вячарні школы, бөзна 40 в учняў. Я ніколі не чула, каб сельская вязковая школа былая шеў вячарній. Вось, які цікавые факты, Валерій нам падказывая. У Калгасі, і падтягывала свою зроўність учылася. Валерій, я папрашу нашага рэжысёра наэкран вывісті фото здымкі ворнаўскай школы, там ёсці сучасныя і здымкі минулых гадоў. А вы, адкажыці, калі ласка, вось вы кераўнік аутарскай групы па стварынні слоўніка-тапоніма ў Карвянскага рэйона. Гэта так? Ну, так, было такое. Скажыці, аутары, сярод аутараў, толькі педагогіці і дзеці далучаліся да гэтай справы? Ну, перзавсё хочыцца сказаць ўдяшны метадысту Жашкарані Алэне Александровне, якая падтрымала потом районная кераўніцтва і азделы районная кераўніцтва. Але нашу ініццатыву падтрымалі наставнікі і вушні школы, які адзбіралі назвы ручайоў, ручайшчоў, вёсак, так, і потам мы сабрали ўсё гэта разом і адрымався такі зборнік. Цудовна. Валерий Валеріўвіч, дык падткажыці нам, вёска ворнаука, чаму такуўназву мае? Ну, ўжо дакладна, канешні, ми паку не можам адказаць на гэта пытаўня, але ёсць на кэта гародныя версіў. У мене навак ёсць такае асабістае дзеўці, калі пачаўся нациск крыжаков, немців, на наших братов славян, заходніх славян, ў Памориі, бэлі таке плямёны, Варнауы, ёжаўі, і іншіе. Ось шатказь їх пырацалілася ў нашу насцовусть. І заснавалі шэрх ёсцек, Кизыл, Варнаука, і іншіе. Ось такае версія. Ну, пакуў яна не падтверджана, наукова. Алияна вільми прыгожая, і так, наукова правільная на наш пагляд, правда? Согласна. Правда. Чисто географічна, размяшчэння насельных пунктов наших і на територіі сучасны Сходній Германии супадай. Просто у нас так бэл мініатюры на больш, меншай територі. Зразуміла. Так. Так. Вось гэта цікавая факты вы нам прапанавалі. Валерий Валерівич, дзякуй вам. Добрага вечара. Глядзіці нас. Я думаю, што на тое пытанні... Верно, приємна, паунуем. Так сама ўсімся, га самага наўлепшага. Віншуюць наступаючым наушальным годам. Здароваюся, га самага наўлепшага. Ой, дзякуй, дзякуй вас так сама віншуюць наступаючым новым наушальним годам. Шановні телеглядачі, уважаемі телезрители, 342243, помніте, мы ждем ответа на вопрос. Так, где ж находилась эта первая школа коммуны? В каком районе Гомельской области? И именно в какой деревне? Это вот недалеко как раз от тех мест, где работает Валерий Валерьевич Варганов, с которым мы только что говорили. Очень приятно. Продолжаем беседу в нашу студию. И скажите, пожалуйста, Ольга, вот мы уже начали этот разговор об музее Института развития образования. Три зала у вас есть, 150 квадратных метров, и все в экспонатах. Режиссер наш выводила фото и видео на экран. Но скажите, вот факты, начиная с каких веков имеются? Начиная с просветителя Кирилла Туровского, конечно, потому что благодаря ему вот начиналось образование, просвещение на территории Гомельской области. Представлены и ланкастерские школы, которые открывались в начале 19 века, и тоже историях очень интересно, обучались дети разного возраста и разного уровня обученности, и старшие, или те, кто успевали лучше, обучали младших, или тех, кто... Это очень интересные факты. Вот в Гомеле ланкастерская школа, она здесь недалеко, вот там, где фабрика 8 марта, 1819 год, как раз в Гомеле ланкастерская школа была открыта благодаря Николаю Румянцеву. Для тех телезрителей, кто не слышал никогда, ланкастерская школа в районе фабрики 8 марта, вот где колонны, увидите, белые такие, крупные, это как раз вот там была ланкастерская школа. Но вы сказали, что это не единственная в области? Нет, были открыты еще такие же школы, и очень много уже после революции открывались и педагогические, с педагогическим там уклоном, скажем, да, классы. У меня есть, я принесла сегодня несколько экспонатов, очень интересный аттестат на звание учителя начальной школы. Вот в 90... Это экспонат из музея? Из музея, да. Аттестат, который выдан в 1938 году... Оригинал. Оригинал. Это не копия. Это оригинал. 38-й год, уважаемые телезрители, почти 100 лет, скоро 100 лет. Да, оригинал. Ольга Александровна, на этом мы прервемся ненадолго, послушаем ответ и продолжим рассматривать экспонаты из музея. Добрый вечер. Здравствуйте, это опять я, Анна. Так, Анна, слушаем вас, ваша вторая попытка. Да, я настойчивая, я хочу еще раз попробовать. Итак, Лепешинский, а школа коммуна находилась? В селе Литвиновичи, как раз-таки того района, оттуда вам был предыдущий звонивший, Кармянского. Да, верно. Верно. Верно? Верно. Да. Анна, мы вас поздравляем не только с наступающим новым учебным годом, но и с правильным ответом. Экзамен сегодняшний вы сдали успешно. И это прекрасная книга. Слово обучителя. И блокнот для вас, уважаемая Анна. Большое спасибо. Наталья Петровна улыбается. Я могу воспользоваться возможностью и сразу передать вашей маме этот приз, чтобы она увезла его в Светлогорск. Можно? Да, согласна, согласна. Анна, передаем. Благодарим за звонок. Уважаемые телезрители, чуть позже я задам второй вопрос, а сейчас слушаем Ольгу Александровну, потому что у нее на столе прекрасные экспонаты. Ну вот мы говорим о том, какие разные школы были. Видите, эта школа, этот аттестат был выдан бабчинской девятилетней школой с педагогическим уклоном. И вот посмотрите, как красиво звучит аттестат на звание учителя начальных классов. То есть учитель, выпускаясь, получал звание, так? Звание, да. Учителя начальных классов. Очень интересное свидетельство, выданное в 1940 году. Это тоже оригинал. Перед войной. Да, это выпускник железнодорожной неполной средней школы номер 10 города Гомеля. При железных дорогах открывались тоже школы, где могли обучаться и получать среднее образование все желающие. Я хочу уточнить, но это не нынешняя 10-я гимназия? Здесь же номер 10, да? Нет, номер 10 станции Гомеля. А, станции Гомеля. Значит, на станции Гомеля еще было несколько школ. Очень интересно. И еще, я знаю, вы какую-то грамоту почетную принесли интереснейшую. Это тоже оригинал, экспонат нашего музея, свидетельство, которое вручено кружку юных садоводов Гомельской областной станции ЮНАТОВ. Они являлись участниками Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1955 года и на этой выставке получили медаль. На ВДНХ в 55-м году гомельские школьники которые ну скажем ходили после школы на занятия в ЮНАТО получили медали. Очень здорово. Вот такие интереснейшие экспонаты. Можно видеть любому человеку в музее института образования? Любому. Вход открыт, доступ открыт к экспонатам. И мы открыли на базе нашего института кружок для юных любителей музеев и готовим экскурсоводов из числа наших школьников. И они с удовольствием проводят и для педагогов которые обучаются в нашем институте и для делегаций которые посещают наш институт проводят экскурсии. Мы вас уважаемые телезрители приглашаем. Возможно вы увидите своих учителей. Там представлен золотой фонд в Гомельской области учителя имеющие звание народных учителей отличники образования. Педагоги подготовившие огромное количество победителей международных олимпиад конкурсов спортивных состязаний династии педагогические представлены в нашем музее. Ну и дополнительное образование детей и молодежи и профтехобразования и о Лепешинском есть. Добро пожаловать в музей института развития образования Юбилейная 7. Вот я только хотела спросить адрес а сейчас уважаемые телезрители второй вопрос для вас. Назовите белорусского писателя и педагога автора букварей на русском польском и белорусском языках. Кстати белорусский букварь этого автора переиздавался более 20 раз. Итак, имя белорусского писателя и педагога, автора букварей на нескольких языках, русском, польском, белорусском. Пожалуйста, вы точно знаете это имя. Звоните. Какой приз? Это пригласительный билет в музей истории печати и фотографии Гомичины на две персоны. Пожалуйста, 34-22-43. Нам очень интересны ваши ответы. В музее хранятся экспонаты. В каждой семье тоже хранятся какие-то предметы, дорогие сердцу, которые напоминают о первом сентября, о первом учителе, о школе. Может быть, даже какие-то предметы, которые имеют отношение к математике, рисованию. Там первая, может, у кого-то чернильница сохранилась. Вы задавали вопрос про букварь. Букварь? Так я вот смотрю, Ольга Александровна, букварь на столе. Как раз вот этот букварь, который мне вручили 1 сентября 1979 года, когда я пошла в школу в городе Светлогорске. Этот букварь сохранился. Он уже, конечно, ему много лет. Видно, его читала не только Ольга Александровна. Конечно, перелистывали. И вот память о первом сентября хранится у меня до сих пор. Конечно, очень приятно. Я вспоминаю, мыслями возвращаюсь. Вот о первом сентября. Помню своего учителя первого, Грибовскую Раису Ивановну. До сих пор не понимаю, как можно было. Вот у нас 42 ребенка в классе сидело. 42 человека в первом классе. Надо было всех обучить и писать, и читать. И воспитать. Да, и воспитать. И вот я всегда детям своим тоже показываю. Надеюсь, что это станет реликвией нашей семье. Но это ж не только один букварь. Там еще стопочка тетрадей есть. Есть у меня. Я тоже бережно хороню все дневники с первого по десятый класс. Мои личные. Вот дневник ученицы девятого класса средней школы номер два города Рогачева. Это мой дневник. Ученицы четвертого класса средней школы номер десять города Гомеля. Это опять мой дневник. Сколько школ вы поменяли? Всего пять школ. Так получилось, что вот... Всего. Ну, семья переезжала, надо понимать. Да, семья переезжала. Я не потому, что меня не хотели видеть в других школах. Меняли место работы родители. Меняли место работы родители. Я вместе с ними. Ну, такие же дневники есть с первого по одиннадцатый класс уже у моих детей. Вот дневник ученика гимназии города Добруша, Блажко Александра. И такой же дневник моей дочери. Ольга Александровна, спасибо. А я хочу спросить, какие предметы сегодня привезла Светлана Владимировна с собою? Я привезла два посвечения гимназистов. Можно я покажу на камеру? Старейшего сына и меньшего сына. Вот. Я хочу сказать, что, когда мы дети отримали первый документ 11-го Снежня, звычайно призначенный день гимназиста, то я хочу сказать, они настолько им даражили, и даражу на сегодня я гэтым документам, гэта память. И я хочу сказать, что они не могли дозволить в себе зарабить некий дрянный учинок. Они лечили, что порушать некий кодекс гимназиста. И таму гэтый документ, хочу сказать, они просить увогу ли мне к обеим, а я ища пакуль что-то кала себе трымаю, хотя многое уже им отдала. Я заховала мини-сочинение своего старейшего сына, меньшего оставила, бо она уся там все червоная, потому что помыла голову много. Идённики были червоным описаны, бо умудрался и послухать наставника, отказать на пытание, завязать шнурок, ища нечто такое зарабить. Я хочу сказать, что я удячная цвяточниковой Татьяне Пятреуне, на жаль, я на сё не нема, гэта першая наставница моего старейшего сына, гэта наша коллега, я хочу сказать, она тонкий психолог. И она зарабила свято выпускникам. Оля Александровна якраз таки выпускала выпускников, и Татьяна Пятреуна была запрошена на гэта свято. Коли мои децы учились ў початковых классах, я за всё дыздюлялась. Ей, что, больше не ма чого робить, як писать мини-сочинение? Наприклад, мой сын старейший часто грыз ручку. И она писала ему, падкидывала писульку, где написано, что ручка. И она так плача, она так переживая, потому что ей болюча, и таким чином адвучила ягу грызть ручку. Вот гэта дарэшэ подказка молодым наставникам. Молодым наставникам. И батькам. И батькам. Кали, наприклад, пабывши ў столовы, децы часто беруць хлеб, не доедаюць, и кудысь цэ там прыкидываюць. Прыкинула ён, Татьяна Пятреуна гэта зауважила. И написала, что птушке зимой вельмы пакутаюць от того, что им нечага есць. И я хочу сказать, что ён перестал выкидывать за это хлеб. И он собирал там нечто навод, просил там у когостя, чтобы отнести у кормушку, покрышить таким чином накормить птушек. Там у всех это имени сочинений я заховываю, мне и они вельми дорогие. Мы сейчас послушаем ответ на вопрос нашего телезрителя и продолжим беседу. Возьмите, пожалуйста, добрый вечер. Добрый вечер. Мы рады вас приветствовать. Скажите, как вас зовут? Светлана. Очень приятно, Светлана. Итак, каким же будет ответ на вопрос? Имя белорусского писателя и педагога, автора букварей на русском, польском и белорусском языках. И, кстати, этот белорусский букварь, этого автора, переиздавался более 20 раз. Пожалуйста. 23 раз. Анатолий Клышко. Анатолий Клышко. Абсолютно точный ответ. Благодарим вас за правильный ответ. Его букварь, не отключайтесь, созданный в 1968 году, стал лучшим в СССР. А его польский букварь в 2004 году на выставке во Франкфурте, на Мане, определен лучшим учебником года. Вот такая информация. Благодарим вас. Это приглашение в музей ваше. Скажите, пожалуйста, в какой школе учились вы? Я училась в средней школе города Светлогорска, номер 8, на работу в государственном учреждении образования города Светлогорска, средняя школа, номер 5. Это прекрасно. Это очень здорово. Есть вторая дочь у Натальи Петровны, нет? Нет, нет. Это педагог, коллега. Можно я просто добавлю. Дело в том, что у нас из 45 педагогов 12 – это выпускники нашей школы. Это очень здорово. А вы помните своего первого учителя? Конечно. Называйте. Ираида Степановна Соболевская. Прекрасно. Скажите, пожалуйста, вот что самое ценное в вашей работе? Почему вы считаете работу педагога самой прекрасной на свете? Это работа с детьми. Их энергетика помогает всем нам жить долго и счастливо. Вот оно что. Вот в чем источник вдохновения учителей. Это молодость, которая всегда рядом. Это то детство, которое всегда рядом. Этот энергайзер, да, этот моторчик внутри. Благодарим вас за прекрасный ответ. Благодарим. А можно ли мы пригласительный билет передадим Наталье Петровне в Светлогорск? Однозначно. Однозначно. Прекрасно. Вот так мы и поступим. Благодарим за ответ. Спасибо. Хорошего вечера. Активная гражданская позиция и педагогов пятой школы. Вы знаете, я думаю, что и мазыряне очень активные, и педагоги Добрского района. Ну, сегодня все увлеклись беседой. И я приглашаю прямо сейчас звонить 342243 к нам в студию. Не важно кого, педагогов ли, просто выпускников школ. Может быть, даже тех, кто уже внуков своих в школы отвел. Позвоните, расскажите, какие традиции существуют в вашей семье, связанные с первым сентября. Традиции, связанные с первым сентября, существуют в вашей семье. Какой вы помните вашу школу? Как звали вашего первого учителя? Пожалуйста, ведь вашим педагогам, возможно, и вашим воспитанникам будет очень приятно. Есть несколько сообщений нам в Вайбер. Значит, содержание такое. Наталья пишет. Самое светлое воспоминание о школе. Окончила школу в Передилке Лоевского района. Здорово. Помню всех учителей средней школы номер 8 города Гомеля. Выпуск 1986-го. С уважением, Андрей. Следующее сообщение. Детей увидела 20 августа. Так захотела работать. Красивая, повзрослевшая, внимательная. Видимо, педагог, но не подписались. И еще одно сообщение. Добрый вечер, 1 сентября. Это самый замечательный праздник. Я жду его все лето. Тем более, что это мое последнее мероприятие такого типа. Ученик тоже не назвался. Ну вот, будущий выпускник пожелаем ему успешного учебного года и хорошего аттестата. Продолжаем разговор. Пожалуйста, Нина Федоровна. Можно мне попросить Ольгу Александровну посмотреть? Вот там последний текст в этом учебнике. В комнату влетел голубой шарик. Мама сказала отцу. Она помнит наизусть, Нина Федоровна. Я скажу, почему помню. Расскажу вам детскую свою беду. Я очень хотела в школу, а меня не взяли. Я родилась 25 ноября. Сказали, расти девочка. Еще 3 месяца. Не хватает. Будешь в следующем году ученицей. И вот пришла учительница Евдокия Павловна познакомиться с будущим ученичком со своим. Сделать все обучь. Садится со мной рядышками. Говорит, буквочки знаешь, девочка? Ну вот можешь мне там почитать? Я так беру. Вот утрачено, наверное. Беру букваль в последние страницы. Беру букваль в последний раз. 103 странички утрачено. А я беру букварь и читаю ей. И в комнату влетел голубой шарик. И дальше по тексту, потому что у меня были старшие сестры, которые, ну, уже научили читать. Не ждать же, пока меня в школу возьмут правильно. Спасибо большое. Это тот самый букварь, это точно. Просто утеряна страничка. Я с собой привезла некоторые фотографии. У нас в школе есть огромный альбом, летопись первой школы. Знаете, что меня очень сильно удивляет, насколько красиво писали в то время. Вот сейчас мы уже так не умеем, правда? Каллиграфический идеальный почерк и летопись странички содержат, конечно же, фотографии о субботниках, фотографии с демонстрации различных мероприятий. И бережно, очень красиво описано все, что там происходит на этих фотографиях. Мне особенно нравятся странички, посвященные любимым учителям. Насколько с теплом, с любовью дети говорят о них. Поэтому, конечно, огромное количество фотографий собрано, летопись есть. Но, если позволите, я обращусь к нашим телезрителям. Скоро сто лет нашей школе. Конечно, мы очень хотим получить как можно больше информации о педагогах, которые работали, о каких-то интересных событиях, которые происходили в то время. Есть у нас такая одна проблемка. Осталось очень много белых пятен в истории школы по объективной причине. Дело в том, что в годы Великой Отечественной войны сгорел архив. Нет возможности достать это. Но я думаю, что может быть, где-то на чертаках, где-то в семейных архивах найдется что-то, что будет свидетельствовать о тех временах. Это, кстати, Нина Федоровна с такими словами обращается не только к жителям озера. Возможно, жизнь разбросала бывших выпускников. Вполне. Это могут быть гомельчане, это могут быть люди разных городов, те, кто учились, чьи знакомые учились, бабушки, дедушки и так далее. Наш адрес город Мозырь, переулок Первомайский, дом 11. Ждем любую информацию, абсолютно любую. Пожалуйста, будем вам благодарны. Я думаю, что с такой же просьбой могут обратиться Наталья Петровна и Светлана Владимировна. Если вдруг у вас есть какие-то предметы, связанные с историей школы, с вашим обучением в школе, и вы хотели бы их передать в музей, пожалуйста. Я правильно выразила просьбу? Если позволите, вот я забыла сказать о том, что я начинала свой трудовой путь в гимназии города Добруша и 16 лет проработала там учителем и заместителем директора. Я помню себя молодым специалистом, только что окончившим университет. Мне тогда дали 7-й А-класс. И вот до сих пор я храню все тетради для контрольных работ этих ребят. 7-й А-класс, 94-й год. Сироткин Игорь, он теперь служит подполковник. У него 117 прыжков. И так интересно, значит, ему не нравились отметки, которые я ему ставлю. Вот здесь было 4, он исправил на 5. Уважаемый Сироткин Игорь, помните, что Ольга Александровна хранит ваши тетради для... Не только его, у меня есть тетради всех, контрольные тетради всех учеников, которые выпускались из гимназии города Добруша. Уважаемые мы педагоги. Готова передать в музей, когда только он откроется. Беседа наша интересно проходит. Я прошу вас, пока будет наш телефонный разговор идти, подготовить советы родителям. Как сделать так? Какую атмосферу создать в семье, чтобы поход 1 сентября в школу? И не только 1 сентября, а в течение всего учебного года у ребенка был с радостью, сопровождался радостью. Ну а сейчас с нами на связи Наталья Сомова, инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облсполкома. Наталья, добрый вечер. Добрый вечер. Наталья, ну у нас такая эмоциональная беседа, мы вспоминаем школу. Скажите, пожалуйста, а вы Гомельскую школу окончили? Да, 37-ю школу. 37-ю школу первого учителя, помните? Да, Светлана Владимировна Шаковская. Большой привет ей передаем, да? Да, конечно. От вас и от ваших одноклассников. Ну а теперь вы, как инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облсполкома, посоветуйте детям и родителям, на что обратить внимание вот в эти последние дни школьных каникул, первые дни учебного года на улице, на дороге. Конечно же стоит обращать внимание и деток, и родителей, не только, скажем так, в последние дни, перед тем, как они пойдут в школу, на это обращается внимание всегда, и даже когда каникулы начались, как говорится, сотрудники госавтоинспекции уже готовились к новому учебному году. Не прекращались различные мероприятия, которые проводились не только с детками, но и, скажем так, со всеми участниками дорожного движения, именно по сохранению жизни деток, по сохранению детской безопасности на дороге. Конечно же, когда взрослые переходят улицу, им всегда нужно помнить о том, что если рядом с детками есть маленькие участники дорожного движения, то есть те же самые детки, мы все прекрасно знаем, что детки это губки, которые все впитывают. Поэтому, как говорится, они подсознательно копируют поведение взрослых на дороге и часто повторяют их ошибки. Каждый взрослый пешеход, прежде чем броситься, скажем так, через дорогу догонять троллейбус, либо переходить в проезжую часть на красный свет, даже если поблизости нет автомобиля и прочее, должен задуматься, что его могут увидеть чьи-то дети. Поэтому, уважаемые участники дорожного движения, госинспекция обращается к вам, приложите, пожалуйста, максимум усилий, чтобы маленькие участники дорожного движения как можно реже катали в автоавариях на дорогах в нашей области. И, конечно же, своим положительным примером показывается правильно, а главное, нужное поведение на дороге. Спасибо. Наталья, скажите, а водителям на что нужно обращать внимание, опять же, не только в последние дни школьных каникул и начале учебного года? Будут ли они включать фары в этом году? Будет ли акция проходить? Или уже идет, внимание, школьник? Да, конечно, акция у нас проходит ежегодно, 20 год, то есть перед началом летних каникул, то есть с 25 мая по 5 июля, июня. И, конечно же, начнется с 25 августа по 5 сентября. Внимание, дети! Ежегодная акция «Движемся с ближним светом фар», поэтому незабываемость требований. Ну и, конечно же, при перевозке юных участников дорожного движения в автомобиле. Не забывайте о том, что ветки должны перевозиться с использованием детских удерживающих устройств. До 5 лет – это обязательно детское кресло, после 5 лет – это может быть бустер, либо накладка на ремень. Но обязательно ребенок в автомобиле должен передвигаться безопасно. Благодарим вас, Наталья, за полнейшую информацию. Уважаемые телезрители, это была Наталья Сомова, инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облсполкома. У нас буквально пару минут остаются на советы для родителей. И прежде чем вы скажете свое слово, я еще хочу попросить вас научить родителей сохранять такое спокойствие, какое сохраняете вы при работе на уроках с ребятами. Пожалуйста, Светлана Владимировна. Не стольки я зараз могу дать параду, кольки выразить свою просьбу, как батьки и детки вельми слухали все то, что говорит наставник. Нам усим, хочу сказать, на сегодня треба исти в ногу с часом. И по спяховым становится только той, кто своечасово смог самоорганизоваться, перебудоваться. Таму школа – это не только храм науки, а школа, навучая детей адаптации в этом все-таки тяжком сучасном свете. Таму слухайте парады наставников. Слухайте парады наставников не только в Учни, а Ле и Батьки. Батьки, я посоветую родителям ни в коем случае не говорить при детях или детям, что ну вот, лето закончилось, вот сейчас начнется. Если так скажете, так и будет. Только позитив, только хороший такой настрой. Дети замечательно, ура. Идете в школу, значит, станете умными, сильными, все будете знать. Только с позитивом, с оптимизмом, и тогда год будет, конечно же, хорошим. Я вам желаю хорошего года. Учебный год – это будни, но и огромное количество праздников. И вообще учеба – это праздник. Ольга Александровна? Я, как учитель-филолог, конечно, не могу не сказать о том, что сегодня родители жалуются на то, что нет общения с детьми, и очень мало времени общаются, не могут найти общий язык. Я посоветую, ну, начинать разговор с вопроса, что нового ты узнал сегодня в школе. И такой вопрос, конечно, не может быть отвеченным «да» или «нет». Все равно придется, да, строить предложение, распространять, рассказывать. И, может быть, это и станет началом вот такого постоянного, ежедневного общения детей и родителей. Диалога. Благодарю. Пожалуйста, Наталья Петровна. Знаете, наверное, я бы попросила родителей помнить, что процесс образования – это процесс сотрудничества и сотворчества и родителей, и педагогов, и учащихся. Мы, педагоги, всегда стремимся учить детей тому, чтобы они пробовали себя во всех конкурсах, олимпиадах, каких-то состязаниях. И их нужно поддерживать. Даже если ребенок где-то чуть-чуть оступился, где-то чуть-чуть не дошагал, помогите ему, и он возьмет высоту, которую, казалось бы, мог и не взять, как ему казалось изначально. Вот, ну, может быть, это не скромно, но я хочу продемонстрировать это сегодня на звонке, да. С первого раза не получилось, со второго получится. Это очень здорово. Поэтому родителям надо обязательно поддерживать детей и уметь повести их к тому, чтобы они добились положительного результата. А как же сохранять спокойствие в течение всего учебного года родителям? Кратко, пожалуйста. Я думаю, что формула успеха – это любовь к детям и к профессии, которая и позволяет вот сохранять это спокойствие. Уважаемые родители, вздохните и 25-й раз на один и тот же вопрос ответьте так, как отвечает педагог в школе, спокойно, с расстановкой, уверенно, доброжелательно. Уважаемые гости, я благодарю вас за участие в этой программе. Я хочу, чтобы новый учебный год обязательно принес вам яркие, запоминающиеся, позитивные события. Пусть у учеников будет радость новых знаний и открытий, пусть будет гармония в душе у каждого родителя и у каждого педагога. Благодарю вас. До следующей встречи. Надеюсь, с кем-то, возможно, мы еще не раз встретимся в наших программах. Впереди еще День Учителя. Благодарю. Спасибо. Ну, а наших телезрителей я благодарю за активное участие в программе. Смотрите «Добрый вечер по будням». Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»